привет друзья канал мечта путешественника ломает стереотипы и в начале зимы мы летим отдыхать не в египет а в турцию чем хорош отдых в турции зимой конечно же все плюсы и минусы мы покажем уже непосредственно на месте но есть одно очень важное преимущество которое можно оценить уже сейчас это цены натуры например сейчас мы летим просто в шикарный отель за относительно небольшие деньги не буду сразу раскрывать все карты и говорить название отеля и стоимость но это действительно один из самых престижных отелей в которые мы когда-либо ехали сейчас 5 часов утра мы на такси приехали в аэропорт борисполь как правило мы приезжаем в аэропорт за три часа до вылета и этот раз тоже не исключение хотя регистрация на рейс начинается за два часа но на мой взгляд лучше иметь лишний час в запасе чем из-за каких-то форс-мажоров опоздать на рейс буквально каждый раз когда мы куда-то улетаем чтобы попасть в аэропорт вводят какие-то новые немного видоизмененные правила например сейчас меряют температуру и проверяют билеты хотя мне кажется если во всем транспорте можно ездить только с сертификатами о вакцинации то логичнее бы было проверять именно сертификаты о вакцинации как-то откровенно не очень много людей в аэропорту наверное все-таки начало зимы не самый популярный период для туристических поездок но я надеюсь что этим путешествием нам удастся сломать данное предубеждение и доказать что отдых в начале декабря может быть прекрасным при желании прямо в аэропорту можно свой чемодан упаковать в специальный пакет или обмотать пленкой стоимость такой услуги 100 гривен это чуть меньше четырех долларов мы как правило сами обматываем свой чемодан пленкой но даже если не делать это самостоятельно мне кажется лучше заплатить 4 доллара чем рисковать что ваши вещи потеряются когда вдруг чемодан лопнет или порвется молния особенно если вы летите в египет потому что бережном отношении к вашим вещам в египте речь вообще не идет также в аэропорту борисполь можно перекусить или выпить кофе конечно по возможности лучше это сделать где-то по дороге в аэропорт потому что здесь цены немного кусаются так например фокача с прошутто а попросту говоря бутерброд с вяленым мясом стоит 165 гривен это 6 долларов чизкейк 120 гривен это четыре с половиной доллара морс ягодный 50 гривен чуть меньше двух долларов вода минеральная 39 гривен полтора доллара одним словом немного дороговато но если очень хочется есть то можно себе позволить в аэропорту много разных кафешек на разный вкус на разный кошелек например кофе эспрессо 45 гривен чуть меньше двух долларов американо 65 гривен чуть меньше трех долларов для всех понятия дешево и дорого совершенно разные но это скажем так в полтора раза дороже чем макдональдс есть зарядки если срочно нужно подзарядить телефон планшет или ноутбук и также есть стационарные телефоны зачем они нужны в современном мире не совсем понятно одна из причин которая сразу приходит на ум это вызвать какие-то экстренные службы полицию или скорую также есть терминалы где можно пополнить мобильный телефон или банковскую карту а сделать это перед поездкой за границу между прочим очень даже важно буквально полторы недели назад авиакомпании azure air мы прилетели из египта а теперь этой же авиакомпании летим в турцию по сути все перевозчики очень похожи и большой разницы в том какой авиакомпании лететь практически нет azure air неплохая авиакомпания но есть такой нюансик например в отличие от sky up или мау чемодан должен весить не 23 килограмма а 20 с одной стороны это мелочь но с другой стороны эти три килограмма бывают важны при полете в турцию на стойке регистрации у вас проверяют три документа первое это паспорт причем для полета в турцию это может быть не обязательно загранпаспорт а может быть просто внутренний биометрический второе это he's code а третий документ это сертификат о вакцинации или пцрт с отрицательным результатом сертификат о вакцинации должен быть в распечатанном виде если вдруг вы забыли распечатать сертификат о вакцинации в общем то это не проблема в аэропорту есть столик возле которого написано dia это скажем так служба поддержки в аэропорту для приложения dia можно подойти к этому столику и вам из приложения распечатают ваш сертификат и сделают это совершенно бесплатно наиболее актуальным это может быть для путешествия не в турцию а в египет по заявлению многих авиаперевозчиков сертификата вакцинации для полета в египет должен быть с qr-кодом но мы специально тестировали этот момент и предъявляли в аэропорту египта сертификаты выданные врачом которые без qr-кода никаких проблем и никаких вопросов к нам не было раньше мы как-то не обращали внимание на услугу fast track но в последнее время когда несколько раз попали в огромные очереди эта услуга нас очень даже заинтересовала и так что же это такое и как все это работает для владельцев определенных карт виза и mastercard существуют так сказать зеленые коридоры где можно без очереди или практически без очереди пройти все проверки и контроли для mastercard эта услуга называется немного иначе fastline здесь перечислены карты которые участвуют в данном сервисе у меня есть карта виза причем нельзя сказать что она какая-то уж очень элитная но насколько я понимаю при определенных условиях я тоже могу воспользоваться данной услугой два раза в год в одной из следующих поездок мы обязательно протестируем данный сервис и об этом подробно расскажем перед паспортным контролем проходим досмотр снимаем верхнюю одежду ремни достаем мобильные телефоны мелочь из карманов и проходим рамку металлоискателя все это проходит довольно строго но в разы лояльнее чем в турции или в египте паспортный контроль борисполе тоже не сложный никогда не возникает никаких проблем главное не начинать умничать качать свои права или что-то вроде того неотъемлемой частью любого путешествия за границу являются магазины duty free с одной стороны уникальность этих магазинов немного переоценена но с другой стороны при правильном подходе они могут быть очень даже полезными в большинстве магазинов duty free основной упор сделан на алкоголь сигареты сладости и парфюмерию акционная цена на литровый джек дэниелс 20 евро цена без акции 24 евро баллантайнс 13 евро джемисон 18 почему мне в данном случае интересны цены на эти напитки потому что в отеле в который мы едем все они бесплатно будут входить в концепцию все включено бакарди 4 разных вкуса 13 и 14 евро водка абсолют 11 евро если алкоголь для вас является частью отдыха и вы летите отдыхать в египет то например несколько бутылок немирова по 5 евро duty free нужно купить обязательно потому что в египте алкоголь просто ужасный но если отдыхать в турции то алкоголь можно с собой не брать даже если вам не понравится алкоголь в отеле то его вполне можно купить в супермаркете праздничное новогоднее настроение при любом путешествии в любую страну никогда не будет лишним а если вы летите кому-то в гости и не знаете что привести в подарок то вот такая веселая настойка под названием вишневое искушение за 9 евро будет как нельзя кстати или вишневая домашняя наливка за 12 евро цена конечно завышена раза в полтора-два но в данном случае придется доплатить за национальный колорит самые дешевые сигареты в duty free можно купить за 9 евро это практически в два раза дешевле чем стоимость самых дешевых сигарет в любом супермаркете украины во многих странах розетки не такие как у нас и чтобы пользоваться их розетками нужен специальный переходник в duty free его стоимость 11 евро но знаете на чем больше всего зарабатывают магазины duty free правильно на обычной воде стоимость пол-литровой бутылки воды 2 евро начинать отдых при любом путешествии нужно без сомнения еще из аэропорта но это не значит что весь алкоголь который вы купили в duty free нужно выпить здесь же в любом аэропорту можно часто услышать как некоторых пассажиров не могут дозваться на посадку причем эти пассажиры уже точно прошли паспортный контроль возникает логичный вопрос где же они наверное это некоторые из них перед тем как пройти на посадку еще раз проверяют паспорта и проверяют посадочные талоны когда мы в прошлый раз летели в путешествие рейсов было невероятное количество и наш самолет был очень большим по этим двум причинам было логично что мы не шли к самолету по рукаву а ехали на автобусе сейчас же когда рейсов вообще немного то что мы едем к самолету на автобусе немного странно и тем не менее во всем нужно искать позитив если бы не эти маневры то мы бы не увидели такого фантастического рассвета кстати в ручную кладь можно брать не только небольшой рюкзак или сумочку а и маленький чемодан размеры этого чемодана у разных авиакомпаний могут быть разные но как правило это 50 на 30 на 20 вес ручной клади не должен превышать 5 а иногда 7 килограмм но в реальности ручную кладь практически никогда не взвешивают поэтому если вдруг так получилось что вы не рассчитали с весом багажа и ваш чемодан превышает положенные килограммы то можете достать из него что-то самое тяжелое и переложить в ручную кладь процентов 95 что такой маневр сработает холодное дождливое время года трап к самолету подают с накрытием и все таки заходить самолет по рукаву гораздо приятнее и удобнее самолеты это шикарное изобретение человечества за два часа 15 минут можно пролететь 1800 километров но несмотря на то что по статистике авиатранспорт самый безопасный транспорт в мире каждый новый перелет все равно немного волнительный для туристов которые часто летают и особенно на большие расстояния могут быть очень полезными специальные подушки для путешествий они все выглядят очень похоже но по комфорту невероятно отличаются так что если хотите в самолете сладко спать не покупайте первую попавшуюся а почитайте о конкретной модели хотя бы немного отзывов и выберите действительно удобную я надеюсь это видео вам понравилось и было полезным для вас кто еще не подписался обязательно подписывайтесь на наш канал мечта путешественника у нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры нажимайте на конечную заставку чтобы посмотреть следующее увлекательное видео всем хорошего отдыха приятного полета мягкой посадки до встречи в турции